Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. На ремонт коллектора 12 миллионов рублей. В Барнауле перекрыли еще один оживленный участок проезжей части. Прокуратура железнодорожного района признала незаконными действия сотрудников госуниверситета, которые не пустили нашего журналиста на конференцию по выборам ректора. Они боятся, что их дом разрушится, как карточный. Почему сироты с камня на обе поселили в дом, который расходится по швам? Начнем мы с погоды, которая вновь преподносит сюрпризы. На этот раз жители Малейска. Крупный град засыпал город накануне вечером. Местные поделились снимками в соцсетях. Размер ледяных шариков достигал полутора сантиметров. Напомним, в МЧС Край на ближайшие дни объявили о штормовом. До 8 августа в регионе сохранится жаркая погода с температурой от 30 и выше грозами, ливнем и порывистым ветром. Местами до 23 метров в секунду. А сейчас к основным темам выпуска. Сироты с камня на обе поселили в дом, который буквально расходится по швам. В нем постоянные проблемы с канализацией, а за отопление приходится платить даже летом. Основной причиной своих бед жители считают отсутствие управляющей компании. По закону, первые пять лет сироты не являются собственниками квартир, поэтому назначить организацию сами они не могут. В камне на обе ука всего одна, но действующий собственник здания, региональное жилищное управление, отказался от ее услуг по непонятным для сирот причинам. Администрация города взяла некоторые проблемы жителей дома на украинской три на себя. Например, откачку канализации, ремонт кровли. Но они считают, что более серьезные неполадки здания можно решить только тогда, когда жители дома сами начнут помогать. Сегодня там нет нормального, адекватного старшего по дому, который бы решал эти вопросы не только этим. Помогать мы готовы всегда и всегда и помогаем. Поэтому, по сути, сегодня надо жильцам дома собраться, провести собрание, определить все-таки, выбрать человека, который бы действительно болел душой и телом за состояние этого дома. И мы готовы работать со старшим по дому. Кто на самом деле виноват в том, что новостройка оказалась в запущенном состоянии, и как теперь жильцам доказать свою правоту, расскажем в следующих выпусках новостей. Ну а пока продолжим. Незаконно такое решение приняла прокуратура железнодорожного района Барнаула в отношении действий Алтайского госуниверситета. Напомним, еще в июне в ВУЗе отказали корреспонденту канала «Толк» Анастасии Дороган в возможности присутствовать на конференции по выборам ректора университета. А почему вы не аккредитованы? До 10.00 была аккредитация на сайте. А мы с позавчера к вам бились. Ну правда, не получали никакого ответа. Вам письменный ответ, не похочете, ждите. После проверки прокуратура установила, что корреспондент просто не имела возможности получить аккредитацию из-за нарушений в самом ВУЗе. Ведь правила аккредитации были приняты незадолго до конференции, опубликованы на сайте даже после ее проведения. У нас пропускный режим. У нас есть пропускный режим. И там написано, кто имеет право проходить через вахту. У нас написано там, что, пойдемте я вам покажу. Мы журналисты, и мы имеем право проходить. Да мне какая разница, кто вы журналисты? Мне тоже, ну какая разница. Уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц ВУЗа теперь дадут и следователи. Ведь журналисту оказали препятствия в его законной деятельности. Прокуратура направила материалы в следственный отдел по железнодорожному району Следственного управления Следственного комитета. Мы будем следить за тем, как развиваются события. А вот что точно известно, так это то, что краю не хватает около двух с половиной тысяч медицинских сотрудников. Основной дефицит составляют терапевты. Около 190 человек. Дальше с большим отрывом педиатры, онкологи и прочие специалисты. Об этом рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. По его мнению, есть два пути решения проблемы. Во-первых, нужно уменьшить отток из профессии. А для этого со специалистами намерены работать индивидуально. Например, предлагать им гибкий график. Во-вторых, нужно привлекать студентов, считает Дмитрий Попов. Например, теперь договоры на целевое обучение будут заключать не медучреждение, а само министерство здравоохранения. Предполагается, что за счет этого врачи станут мобильнее. Кроме того, Дмитрий Попов отметил, что сейчас министерство совместно с медицинским университетом проводит дистанционное обучение для сельских школьников, чтобы помочь им поступить. В этом году уже обучили 54 человек. Сейчас заканчивается заявочная кампания, но уже предварительно мы понимаем, что 80% из них увеличили свой изначальный балл. Когда мы тестовые задания выполняли и стали конкурентными для будущих студентов больших городов. А между тем, в Барнауле продолжается ремонтная кампания. Коммунальщики перекрыли еще один оживленный участок проезжей части. На пересечении улицы Чекалова и проспекта Комсомольский перекладывают коллектор. Этот участок будет полностью закрыт для проезда до 18 августа. Последний раз трубы здесь меняли больше 30 лет назад. Ремонт коллектора обошелся в 12 миллионов рублей. Напомним, в воскресенье водоканал завершил ремонт на проспекте Ленина. Там заменили порядка 100 метров сетей. Протяженность работ на этом участке всего 30 метров. Но, по словам коммунальщиков, объект сложный. Глубина заложения больше. Если там было 5 метров на Ленина, то здесь порядка 7 метров глубина. И очень насыщенный участок коммуникациями. Здесь газопровод, здесь кабели связи, здесь электрические кабели, два канализационных коллектора, водопровод. И здесь, конечно, работы подрядчику будет вестись очень сложно. Искать пути объезда все еще приходится и жителям Нагорной части города. С 23 июля остается перекрытая и нечетная сторона улицы Аванесова. В скором времени там заменят более 200 метров изношенного трубопровода. Работы идут. Чуть лучше, чем мы первоначально рассчитывали. Думаю, что мы закончим это быстрее. Графика. Наверное, конец. Крайний срок начала следующей недели. Надо отметить, что все ремонтные работы коммунальщики синхронизировали с дорожниками. После замены трубопровода приступят к укладке нового асфальта. А сейчас в нашем эфире сюжет Ильи Кочеткова. На этот раз он побывал в алтайском селе Борисово. Там уже в третий раз провели фестиваль мордовской культуры. Было по душевному тепло и гостеприимно. Смотрим. Это называется «Велень Оскс» – сельское моление. Издревле еще с языческих времен в мордовских поселениях также молились великому богу, прося, чтобы поля были плодородными, дети здоровыми, а люди жили в мире и согласии. Сегодня обряд проводят точно по древним правилам. Чтобы уточнить детали, организаторы фестиваля специально ездили в Мордовию. И самое главное, мы получили добро от Инязора, который главный, как получается, князь мордовского народа, Мишанин. Мы получили добро, мы получили клочок, капсулу священной земли вот с этого мара. Такой же особый смысл имеет хоровод. Чтобы принять в себя как можно больше участников, он раскручивается по спирали. И мы друг к другу прижали все народы, то есть там и мордва, и украинцы, и белорусы, там татары, чуваши, башкиры. И мы почувствовали, что мы – это одна семья. Чтобы выжить, нужно жить в мире. Эту мудрость жителям Борисова передали их предки – мордовские переселенцы. Они пришли сюда еще в 18 веке. Тогда же на Алтай в поисках свободы и лучшей жизни устремились представители самых разных народов. Память об этом жива до сих пор. В этом году в Борисово почетный гость – Андрей Бачканов, солист Мордовской государственной филармонии. Он убедился – маленькой Мордовии это село называют заслуженно. Для меня лично было большим удивлением, что здесь до сих пор сохранен язык, сохранена культура, традиция. Даже в некоторых моментах она настолько такая аутентичная, что диву даешься на самом деле. Из поколения в поколение здесь передают язык, народные узоры и, конечно, национальные блюда. Но, честно говоря, если, например, мясной суп букаям лично мне показался просто вкусным и все, то традиция добавлять мак во все подряд стала для меня кулинарным открытием. Вареник с капустой и маком еще ладно, но вот рулетик. Мак и лук. Получается такой, вроде бы лук, но в то же время сладкий, с необычным привкусом. Сочетание на самом деле для меня несочетаемых ингредиентов, которые в итоге дают совершенно неповторимый вкус. Ну, наверное, пожалуй, как и сама… И вдруг сочетается, да? Как и сама мордовская культура. Илья Кчетков, Андрей Печеркин. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валара». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях, Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбуке. Там не только новости, но и розыгрыши с призами. И жизнь нашей редакции насыщенная и забавная. Смотрите и подписывайтесь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok